29 октября 2018 года исполнилось ровно 100 лет со дня образования ВЛКСМ. Чередой торжественных мероприятий отметил город Искитим и Искитимский район эту дату. Те, кто стоял у истоков становления комсомольского движения в Искитиме, избрали нелегкий путь. Они строили колхозы в Койново и окрестных деревнях, а в годы Великой Отечественной массово уходили на фронт. Именно поэтому празднование годовщины образования ВЛКСМ начали у вечного огня, отдавая дань памяти и уважения их подвигам. Комсомольские поколения, о них сложено немало песен и стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость, свою биографию, свое мужество. К мемориалу воинов и скитимцев, погибших в Великой Отечественной войне, и скитимцы в скорбном молчании несли цветы. Вспоминая поименно комсомольцев 30-х и 40-х, на чью долю выпало защищать родину от врага. КОНЕЦ Продолжилось празднование в районном Доме культуры имени Ленинского комсомола, где в празднично украшенном холле волонтеры приветствовали и поздравляли каждого гостя. Искитимский историко-художественный музей представил выставку о истории комсомола в Искитиме, где повышенным вниманием гостей праздника пользовалась копия книги «Добрых дел» Искитимского района. Письмо комсомольцев 1967 года, комсомольцам 2017-го, пролежавшее в капсуле времени, замурованной в стене здания администрации города 50 лет. Распахнуто время, распахнута книга, историк, приди и прочти. Огни комсомольска, турксид и магнитка, этапы большого пути. Празднование столетнего юбилея ВЛКСМ было решено сделать совместным для комсомольцев города Искитима и Искитимского района. «Через удар останутся рабочие славы станции, запомните имена, любовь комсомол и весна». Дом культуры не смог вместить всех желающих, разделить с друзьями радость встречи. Комсомольцы разных десятилетий стояли в проходах концертного зала, жадно всматриваясь в старинные фотоснимки, отыскивая взглядом знакомые лица и перебирая в памяти славные годы своей комсомольской юности. «Комсомол был надеждой и гордостью советского народа. В его рядах выросли миллионы молодых патриотов, активных строителей общества. В трудную минуту комсомол доказывал свою любовь к народу, своей родине. В свои славные юбилеи рапортовал любимой отчизне, что он на протяжении всей своей истории с честью нес знамя Родины». Энергичная, молодая, позитивная гидбригада «Кто, если не мы» приветствовала всех, кто дружит с комсомолом, повествуя историю города и района, в которую комсомольцы вписали конкретные страницы. «Первые комсомольские ячейки в селах Искитимского района стали возникать с апреля 1920 года после освобождения Сибири от колчаковского режима. Село Койнова 25 апреля 1920 года. Политрук 51-й стрелковой дивизии 5-й армии Тайнов и местный житель Пальцев провели митинг по агитации молодежи в комсомол. После митинга вступить в Союз молодежи изъявили желание 23 человека». Немало фактов биографии комсомольской организации Искитимского района агитбригадовцы поведали, заучив наизусть. Каждое живое слово находило отклик в зрительном зале. «К ударным цехам!» «Да!» «От цехов к ударным заводам!» «Да!» 24 марта 1935 года произошло объединение комсомольских ячеек и рождение Искитимской комсомольской организации. На своей первой конференции говорили о работе подрастающего поколения, о работе в области культуры, решались вопросы по озеленению жилгородка Цеметников, по наведению чистоты на полевых станах, по ликвидации неграмотности среди населения. Во все вникал комсомол Искитима. Словно доказывая отцам и дедам, что современная молодежь, достойная смены комсомольцам, ребята обещали не подвести и оправдать их ожидания. «Кто, если не мы, заставит биться сильной? Кто, если не мы, свободная Россия?» Связь поколений налицо. Современные юноши и девушки ответственно и достойно продолжают эстафету добрых дел комсомольцев разных лет. Комсомольцы сороковых, прошу встать! Комсомольцы пятидесятых, прошу вас встать! Комсомольцы шестидесятых! Комсомольцы семидесятых! Комсомольцы восьмидесятых! молодежь города Искитима и Искитимского района. Прошу аплодисментами поприветствовать всех участников нашей встречи. Ветераны комсомола Николай Николаевич Небрачный, Яков Николаевич Ханин и Марина Исаметровна Курдюмова в составе знаменной группы внесли подлинное знамя комсомола, предоставленное Искитимским музеем, под дружные аплодисменты. Первое слово для поздравления предоставили первому секретарю горкома ВЛКСМ с 1971 по 1977 годы Нелли Алексеевне Беловой. Очень приятно сегодня здесь увидеть эти глаза, которые полны энергии, встретить эти улыбки и снова оказаться в рядах самой массовой общественной организации нашей страны. Это прежде всего в Комсомоле. Летопись комсомольских совершений Искитима увековечена в книгах, газетных статьях и документах, хранящихся в музейных фондах. Но сегодня живые хранители истории с теплотой называют имена достойных и уважаемых земляков. У нас наша комсомольская организация Искитимского района и города Искитима насчитывала в своих рядах около 10 тысяч членов комсомола. 180 первичных комсомольских организаций. Около 40% из них это был школьный комсомол. У нас Ольга Бочкарева, третий секретарь, это наши были любимые девчата, те организаторы молодежного комсомола, сирота Ирина, доставалова вера, те, которые вели комсомола за собой, октябряцкие звездочки шествовали над пионерскими дружинами. И большое им спасибо за то, что они вот ковали наше поколение. Рабочие молодежь и служащие тоже 30 где-то процентов и 30 процентов. Здесь мы создавали комсомольские молодежные бригады на заводах, строили молодежные жилищные комплексы и в городе Искитиме, и в Ленево. Но я хотел бы сказать, что мы первые в Новосибирской области те, кто строили МЖК в селе. Причем мы начинали строительство не просто. Дома сегодня в Тальменке, в Искитимском совхозе, шесть домов построены, они стоят. От лица тех, кто родился и вырос в Искитимском районе и прошел закалку комсомолам с поздравительной и благодарственной речью, обращенной к своим наставникам, выступила глава Искитимского сельсовета. Дорогие ветераны комсомола, разрешите от себя лично, от администрации Искитимского сельсовета, от глав муниципальных образований Искитимского района поприветствовать вас с юбилейной, знаменательной датой, 100-летием в ЛКСМ. Сельсоюзной, Ленинской, Сельскохозяйственной области. Что значит для нас комсомол? Комсомол – это юность, это задор, это энтузиазм. Комсомол – это творчество. Это выдающиеся дела и события, которые мы делали вместе с нашей страной, вместе со старшими товарищами. Комсомол для нас играл и играет огромную и важную роль. Он сыграл огромную роль в становлении нас, как личности, как человека. Вот в жизни каждого человека есть такие значимые люди, которые оставляют глубокий след. След, который потом не изгладим в жизни. И ты понимаешь, как ты этому человеку благодарен за то, что ты стал таким, какой ты есть. И навсегда останется этот человек, который сыграл большую роль в моей жизни комсомольской. Это, конечно, Неля Алексеевна. Уважаемая дорогая Неля Алексеевна, разрешите мне принародно сказать вам и признаться в своей благодарности, в искренней признательности вам. Вы для меня, как старший комсомольский товарищ, как верный и настоящий друг, я хочу вам пожелать оставаться такой же юной сердцем и задорной. Мы всегда с вас брали пример и сейчас продолжаем брать с вас пример. С приветственными и поздравительными словами к присутствующим обратились главы Искитимского района и города Искитима, после чего состоялась церемония чествования и награждения самых активных и деятельных ветеранов комсомольского движения. Мы сегодня уже говорили, что и город Искитим, и Искитимский район начинались практически с ударных комсомольских строек. Поэтому всем, кто принимал в этом участие, большое спасибо комсомольцев, комсомольцев, как мы говорим, бывших, не бывает. И, конечно, сегодня тоже об этом говорили, что комсомол безусловно являлся вот той школой кадровой, которая в дальнейшем руководила нашей страной, принимала решения и вела нашу страну, ну, скажем так, к светлому будущему. Это не высокие слова, это действительно так. Поэтому я очень рад, что сегодня в этом месте, в этом зале не хватило даже всем места комсомольцам. Я думаю, что очень было много желающих в этот зал попасть, потому что все мы помним, что такое комсомол, что он, какую роль он сыграл в нашей судьбе. И все мы этому движению, я думаю, благодарны. Нелли Алексеевну всегда отличала огромное трудолюбие, требовательность в семье и к товарищам по работе. Главным комсомольским вожаком она была 6 лет. Высокой оценкой работы Нелли Алексеевны стало ее избрание делегатом 17-го съезда комсомола. Благодарственным письмом главы города Искитима награждается Бочкарева Ольга Ивановна за активную гражданскую позицию, большой личный вклад в дело развития комсомольского движения, патриотическое, красное воспитание представителей многих поколений комсомольцев и молодежи, в духе лучших традиций своего отечества на территории города в связи с юбилеем Ленинского комсомола. С 1972 по 1974 годы Ольга Ивановна секретарь комсомольской организации в школе номер 5. С 1982 по 1985 годы секретарь по работе с учащейся молодежью Искитимского горкома в ЛКСМ. В 1985 году приняла участие в 12-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Награждена знаком ЦК в ЛКСМ за активную работу и знаком ЦК в ЛКСМ лучшему пионер-вожатому. Фотоснимки станут виновником торжества достойным напоминанием об этом праздничном дне. Но будущее невозможно без прошлого, в котором остались комсомольцы, не дожившие до столетнего юбилея в ЛКСМ. Их память почтили минуты молчания. В ЛКСМ перестал существовать как организация в 1991 году, но история комсомольцев жива и имеет продолжение. Как когда-то полвека назад комсомольцы записывали в книгу свои мечты о будущем Искитимского района, единогласно на торжественном собрании было принято решение обратиться к молодежи 2028 года от лица ветеранов комсомола. Сегодня, 29 октября 2018 года, в этом зале встречают юбилей представителей разных поколений комсомольцев. Среди нас те, кто помнит и понаслышке слово «война», кто ценой своей жизни и трудового подвига не позволили топтать вражескими сапогами улицы наших городов и сел. Среди нас тех, кто поднимал целину, строил черно-реченский цементный и новосибирский электродный заводы. Их именами мы назвали улицы, площадь и кинотеатр в нашем городе. Мы помнили всех космонавтов поименно, собирали фотографии любимых артистов, работали на субботниках, город шествовал над селом, пели у костра задорные комсомольские песни. Мы не считали сентиментальностью плакать там, где была пролита кровь. Мы увековечили в мемориалах и обелисках память о самой трагической Великой Отечественной войне. Мы гордимся своим городом и районом, с его необозримыми полями, березовыми околками и замечательным сосновым гором. Мы всегда были первыми там, где трудно, где была нужна наша сила, знания, энергия, порыв. Такими мы были, такими мы остаемся быть. Сегодня мы протягиваем вам наши дружеские руки и с гордостью сообщаем. Вы поколение счастливых, над вами мирное небо, а великие войны и потрясения в нашей стране стали историей. Вы не скандировали лозунги «Свобода Луису Карвалану» и «Анджеле Дэвис». Вам не пришлось участвовать в митингах протеста против преступных войн во Вьетнаме и на Кубе. Вы не плакали над маленькими жертвами Веслана и не ставили поминальные свечи, расстрелянным студентом города Керчи. Как далеко от вас эти события, и это замечательно. Надеемся, что так же, как и мы, вы стоите в суровом молчании у обелисков погибших, так же трепетно, как и мы, несете портреты своих прадедушек и бабушек в нескончаемых колоннах бессмертного паука. Мы твердо верили, что вы, зная мрачную историю человечества, живете в мире и согласии. Мы надеемся, что нет больше нищих и беженцев, расистов и террористов, воюющих за веру, деньги и власть, а есть единый народ планеты Земля, осваивающих космос, выращивающих цветы и деревья. Мы надеемся, что вы научитесь предотвращать природные катастрофы и тем самым спасете тысячи бесценных жизней. Мы уверены, что именно вы найдете лекарства от неизлечимых болезней и изобретете чистое топливо, сделав наш город и район экологически безопасным. Мы желаем вам, нашим потокам, взять все самое мудрое, светлое и доброе, что есть у человечества и сохранив и приумножив, передать знания следующим поколениям. Мы любим вас, еще не зная, какими вы будете, но эта вера дает нам право думать. Вы будете лучше нас. С комсомольским приветом от поколений дерзких, решительных, смелых и трудолюбивых, доживших до столетнего юбилея комсомольца. Следуя традициям, это послание будет помещено на прежнее место капсулы времени и замуровано на 10 лет в стене администрации. По окончании официальной части торжество продолжилось концертной программой, ставшей для присутствующих отличным тематическим подарком. Праздник стал для всех присутствующих прекрасным поводом к ностальгическим воспоминаниям. Я комсомолка 50-х годов. Впечатления большие, очень оболнительно. Вспомнилась вся молодость, все наши мероприятия. Мы участвовали во всем, начиная со школы. Ну, что в этом сказать. Мы в педучилище поступили, в Аскитине. Мы ночью ходили за год зерно, лопатили. Тогда не было автоматического проветривания. Мы по ночам лопатили это зерно. Потом, когда я работала, попала в деревню, работала, ну, тоже в школе работала. Была у нас комсомольская организация вместе с сельской. Мы брали обязательства. Какой-то огромной площадь, льна была, которую мы полностью обрабатывали и убирали его. Ну, и также ходили дежурить. Участвовала, вот я в ликву это, обучала безграмотных людей. Вот еще в 50-е годы были люди, которые читать даже не умели. Вот я помню, женщина обучала по букварю читать. Все праздники, все торжественные мероприятия организовывали комсомольцы. Ну, как? Жизнь у нас была активная, бурная, веселая, полуголодная, полураздетая. Ну, мы думали, что так это все и надо. Главное было выполнить свой долг. Мы всегда везде были впереди. Молодежь, задействованная в подготовке и проведении мероприятия, также подчеркнула для себя много полезной информации, сделала выводы. Что меня удивило, ну, и немножко расстроило то, что, ну, комсомол распался. Это очень грустно, как бы, ну, жалко тех людей, жалко тех людей, которые умерли, ну, память вечно им. Раньше строились разные пирамиды, как в разных гимнастических номерах, а сейчас это все не поддерживается. Хотела, чтобы все это возродилось? Да. Может быть, хочется больше танцевать, заниматься здоровым образом в жизни. Да. Я очень рада, что наша власть, так скажем, поддержит этот праздник, что 100 лет комсомолу. Мне кажется, что в комсомоле, вот да, как уже сказали девочки до меня, что было, не было интернета, не было так много видео, которые сейчас смотрят, и в основном все старались выходить на улицу, играть, от этого, ну, прибавлялись силы, активность, и сейчас наша власть, как бы, захотела, так скажем, ну, поддержать, да, поддержать, возродить, напомнить, что, как были те времена в комсомоле. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова